Я думаю закинуть на YouTube. Вот, в общем. Вот так вот, да? Так, Балжан, Салям. Так, давайте по очереди, да? Каждый, у кого вопрос готов, можете вопросы задавать в чат, либо говорить. Я буду по одному на них отвечать до 4 часов. Давай. Ага. А этот можно использовать fxml для проекта? А fxml? Нет, нельзя. Нужно писать. Хорошо? Вы не можете примерно показать, как можно там multiple-сцену сделать? Multiple-сцену. Хорошо. Так, первый вопрос multiple-сцен, да? Да, да. Окей. Так. Поехали. В общем, вот, смотрите. Видно, да? Можете микрофон включить, в принципе, как делаем, разговаривать. Ага. Так, здесь мы создадим новый класс, назовем его main, да? Как всегда, мы экстендим от аппликейшна. Опа, смотри. И имплементим его абстрактный метод. Вот здесь у нас один stage, да? Stage – это у нас окошко. На нем может быть много сцен. Давайте мы сделаем три сцены с разными бэкграундами и с разными кнопками на них. Сцены я вот здесь вот создам, как data-field. Сцена one, да? Допустим, сцена один. Продублирую. Два и три. Три сцены у нас будет. Потом на каждую сцену поместим, давайте, по кнопке, да? На первую сцену одну кнопку закинем. Button 1 будет на первой сцене. Button 2 будет на второй сцене. Button 3 будет на третьей сцене. В принципе, можно сделать previous next. Две кнопки, которые у нас... Ну ладно, вот так пока начнем. В общем, когда будем нажимать на button 1, мы будем переходить на вторую сцену. Когда на... Вот эту кнопку нажмем на третью, да, и так далее. По кругу будет идти. Вот по такой логике сделаем. И посмотрим, что получится. Так, ну, во-первых, эти все сцены нам нужно сначала инициализировать, да? Сцена один. Line new, сцена. Но, насколько вы помните, она пустой конструктор. У него нет пустого конструктора. Давайте мы заодно откроем. API. И здесь вот найдем сцену, да? Вот она, сцена. Откроем ее. Так, и идем вниз, где у нее конструктор. Вот они. Он принимает parent, как минимум, parent принимает. Parent – это то, что в себе может содержать, да, что-то. Ну, это регион, групп, там, вебью. Если регион зайти, там это будет. Вы увидите. Pain, там, control chart. В общем, нам pain надо закинуть, да? Вот, мы закинем stack pain в эту сцену. А внутри stack pain у нас будет button. Получается, нам еще три stack pain нужны. Private stack pain. А, да? Три pain у нас будет, pain 2 и pain 3. Вот теперь интересная часть. Теперь все это дело клеить будем. Мы создадим... Сначала инициализируем pain 1. Скажем, что это новый stack pain. Давайте мы его в background зададим, да? Закрасим его в background. Мы скажем pain 1.set style, да? Set style можно вот так сделать. FX background color. И здесь указать, ну, допустим, пусть будет красный, желтый, зеленый, да? Red. Если вам нужно знать, что можно еще сюда писать, то тогда идите в документацию, открывайте set style, и там есть ссылка на CSS reference guide Java fixit. И там можно узнать полный набор всяких вот таких вот параметров, которые можно менять для pain, да? Конкретно для pain. Так, pain 2 точно так же мы сделаем. Можем даже вот так сделать. Чтоб все у нас по крупам, по диленам было. 2 и 3, да? Так, первый мы закрасим в красный, второй мы закрасим в зеленый. А, нет, yellow, да? Yellow, третий в зеленый. Все. Теперь мы сделаем три button. Мы сделаем button 1, равен new button. На нем текст будет next, да? Или button 1, пусть будет button 1. Продублируем. Сделаем второй button, третий button. И здесь тоже 2, 3. Все, мы будем очень просто держать здесь. Потом мы закинем в pain. Мы скажем pain1.get children. Add all, да? Или просто add. Разницы нет. И здесь сделаем второй, третий button. Так, вы не дали. Pain у нас теперь содержит button. Мы не дали размер, конечно, да? Размер мы можем вот здесь вот дать. Мы скажем, окей, первая сцена, это пусть себе содержит pain1. И пусть у нее размер будет 500 на 500. Сцена вторая. Тоже пусть будет у нас 500 на 500. Третья тоже пусть будет 500 на 500. Вот так. Теперь. Дальше что идет? Ну, первая сцена, которую мы покажем, она будет сценой первой. Правильно? Поэтому мы должны сказать, primary stage, set scene, сцена первая. Окей? Primary stage мы потом покажем. Теперь он все это дело покажет. Он даже покажет нам кнопку первую, да? Давайте я запущу. Он покажет нам первую кнопку. Неграунд должен быть красным. Вот она, да? Все правильно. Только мы не обрабатываем клики сейчас. И почему-то текст у нас три. Вот там три. Ай, блин, смотри. Здесь будет два, здесь будет три, да? Все. Окей. Теперь баттон клики мы должны сделать, да? Что мы делаем? Мы вот здесь вот говорим. Мы скажем вот так вот, да? Вот здесь вот зарегаем их. Мы скажем, баттон первый, set on action. И что происходит, когда мы кликаем на этот баттон? Мы должны сцену поменять на стейдже, правильно? Мы говорим primary stage, точка set scene. Вот когда первый кликается, сцена вторая будет, правильно? Когда второй баттон кликается, сцена будет третий. Когда третий баттон кликается, сцена будет первая, да? Все. Запускаем. И смотрим. Баттон первый кликаем, сцена у нас поменялась на желтый, да? Второй кликаем, на зеленый поменялся. Третий кликаем, на красный поменялся. И вот у нас вот три сцены, они все меняются. Все эти сцены именно в проекте можно заранее нарисовать, как мы здесь сделали. Всех их заранее нарисовать. А потом, когда дело доходит до осуществления регистрации кликов всяких, да? То тогда просто менять то, что вы уже нарисовали, да? Вот здесь вот, допустим, мы не говорим, да? Вот, когда мы говорим, баттон один, точка, я вот видел у некоторых сцены, как пример я вам сейчас просто покажу, как лучше не стоит делать. Вот, допустим, можно вот так вот сделать, сетон action, вот так вот. Когда я баттон первый нажимаю, то сцену создаю, да? Там сцена-сцена, равна new сцена. Там на нее помещаю новый slack pain, на нем будет какой-то новый там баттон, да? С текстом там ASDF. Да, вот потом эту сцену, primary stage, точка, я вот видел студентов, которые так делают, так лучше не стоит делать, да? Почему? Потому что каждый раз, когда баттон кликается, вы рисуете каждый раз новую сцену. Это лучше дело заранее проделать, заранее нарисовать, а потом, когда это дело все кликается, просто менять то, что уже существует хорошо. Так лучше не стоит делать. Окей. Я на вопрос ответил, да, Алибик? Да, да. Окей. Окей. Басын көрсесесе, сурик кет сурванға. Я этот ход заширю, могу заширить. А, джересесе? Я, джереме. Окей. Так, давайте по очереди. Окей. Сейчас, сейчас, минуточку. Алибик, енді сен тыңдап отыр, е? Келес адам сасын. Окей. 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 Ага. Окей. Окей. Не понял, еще раз. Радио-батты не символы? Ну-ну. Ну. Я не понял. Мысал, проекте айтаду. Турт радио-батты негізем золу? Ну? 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 Ну, и теперь, басхасам тандыган, вот бумага хвороба. Угнишь, ой. Если басхасам тандыган, тогда, у нас болит. Ну? Кейдер-батты не помнишь? Читаем! Вы Brandon? Да. Ну? И так ты можешь проверить, ты правильный ответ или нет. Окей? Так? Аргарай, карканай. Ну? Да! Ага, все хорошо. Ага, у меня есть проблема. Давай. Ага, у меня есть проблема. Надо ошибки шаттам. Java-lang null pointer exception. Нул pointer exception это означает, ты ссылаешься к вирту, который не инициализировался. И еще выходит что-то, сейчас, вот, козырь. Выходит такая ошибка, что Java-thread там что-то… Сейчас я скажу именно. Это много выходит, thread. Эта ошибка много выходит именно когда в Java-фиксе работаешь. Нужно смотреть. Некоторые ошибки и вот эти вот threads, да, они твою пробу не закрывают, они crash не делают. Программа так и продолжает работать. А некоторые crash делают вот именно. Надо твой код посмотреть, да, в общем, проанализировать. Да, было бы, окей. Так, давай мы… Если я сейчас просто покажу его, да, на экране, может кто-то возьмет у тебя идею, да? Ну, да, это… Не сильно, не сильно, хотя, может, взять идею, поэтому… Если ты мне напишешь почтой… Нет, это просто, мне было бы лучше, если бы онлайн прошло, то… Я на почту вам пишу и мне никогда не получается все… Все спросить. А-а-а… Так… Может, тогда вы меня оставите на последнее? Чего-то… Сейчас… Сейчас барлы на этот раз, да, суда не имя он кайтангать к лесу. Хорошо? Хорошо. Хорошо, teacher. Хорошо. Ага, ты, я записи, да? Как вы записи? Я записи, я уже не знаю. Что же я вам записи? Как же записи? Какое? А, да. Какое? 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 Ага, окей, окей. Так, еще вопросы? Ага, я знаю, что она не работает, да? Доброе. Куизмейкер да басхангезе. Как нам сделать так, чтобы весь этот куз начался? Так, десктоп-то, Куизмейкер басханда. Что такое Куизмейкер басханда? Это что, кнопка какая-то? Нет, нет. Куизмейкер – это же класс. Нам же нужен так, чтобы вот открывается десктоп, и когда мы нажимаем на Куизмейкер класс, то должен учиться класс. Правильно, правильно, правильно. Куиз-куиз должен учиться. Да, да, да. И как с этим акшем? Куда это, я не поняла просто. Так, ну… Ну, оно очень похоже на вот то, что мы сейчас сделали. Кнопка, да? Одна кнопка есть. Только именно на нажатии кнопки вы должны открыть файл Chooser, да? Да, но у нас же там не кнопка получается, а класс. Какой класс? Это же кнопка же. Вот я его поменяю сейчас на load from файл, да? Вот load from файл. Да, вот кнопочка такая. Запускаем. Не видно. Вот она же кнопка же. Где? Видно, да? Нет. На экране не шерится, что ли? Нет. Видно, видно. Видно, да? Видно? Да. Арна, почему у вас не видно? Видно, да? Видно. Видно, да? Красное окошко. Да, мы видим. И button видим, и надпись. Арна? Нет. Да. Син, хайжах нам хоражутся. С телефона? Да. А как я тогда тебе сейчас отвечу? В общем, там кнопка есть. На кнопку ты должна сделать certain action. На нажатии… Сейчас я зайду обратно. Через ноту. А, хорошо. Давай. Так, следующий вопрос. Хандэй. Алло. Да-да. Что на нас тут? Ага, я правильный стейч. Как можно закрыть? Например, у меня появился новый стейч, и я никак не могу закрыть primary stage, потому что он в другом методе. Ты его height можешь, по-моему, сделать. Height сделай, в конце закрой просто. А, все. Show height, он, по-моему, сейчас должен исчезнуть. Да, вот он исчез, видишь? Ну… Ха-ха. При хайде он тоже, оказывается, закрывает. Интересно, я не знал об этом. Я думал, он будет продолжать работать. А еще у стейджов close есть, да, вроде, close? Да, но только в primary… А, точнее, ага, если я буду обращаться в primary stage с другого метода, то он не будет… его вообще невозможно взять, как бы… А зачем тебе закрывать? Отличный случай может там не надо закрывать. Просто, как можно сказать, я открываю quiz сам, а до этого есть еще окошко, которое attach file делает. Что делает? Attach file? Да, attach file делает. Ну, типа choose from file и там что? Он же сам закрывается же. Мне кажется, нет. Ну, давай по file chooser пробежимся. Нет, нет, нет. Ой, извиняюсь, не file chooser, а, имеется в виду, ну, типа, welcome… вот этот… welcome stage, типа. Нет, file chooser, он закрывается. А, слушай, loading screen, да, у тебя получается? Да, 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 loading screen, да, да. Ты так сделай, если тебе primary stage не надо, то есть, если ты его не можешь закрыть, ты его как primary stage и оставь. Просто вначале ты его hide, hide сделай вот так его, вначале. Покажи свой loading screen, а потом primary stage обратно шоу сделает. Получается, вот этот loading screen, он не будет primary stage, он будет каким-то второстепенным, который на какое-то время только откроется. Погай. Толститет... Толститет... Тола, are одну�эпеврюраетрый, ваше Judge, уぐù на 3DDDDН дети. Лучшее ё precise, ведь вас вообще гонいい, вас будетFC, где tienes, ваше Толстит Valley. Погнал и … иаск pacifier. Зад hopefully он посмотрит, с кого-то станrict的, в juно 매� ago Продолжение следует... 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 Продолжение следует...